Свои отчеты о проделанной с начала года работе представили все четыре района города. Собственников магазинов, кафе и других объектов, которые нарушают трудовое законодательство, сегодня вызвали в мэрию. Нарушения разные, неоформленные, как положено, сотрудники, серые зарплаты, неуплата налогов и так далее. Каждый объект тщательно обсудили, и абсолютно каждый теперь понесет наказание за нарушение закона. Так, например, заработника без договора – штраф от 20 до 100 тысяч рублей. За прошлый год на сочинских бизнесменов таких было наложено на 15 миллионов рублей. Тема эта очень острая и социально значимая, отметили на совещании. Это очень важно, чтобы каждый работающий на стадии начала своей трудовой деятельности, карьеры, понимал, что идут отчисления в пенсионный фонд, идут отчисления в налоговую, идут отчисления в фонд социального страхования, потому что это те накопительные ресурсы, которые определяют благополучие человека на всех стадиях его жизни. Вторая задача – это пополнение налоговой базы, которая формируется в том числе за счет работающих граждан. А на эти деньги строятся детские сады и школы, ремонтируются дороги. В Сочи проводится большая работа с предпринимателями. Так, по итогам прошлого года Сочи вышел на первое место в Краснодарском крае по числу проведенных проверок и по количеству выписанных штрафов и протоколов за нарушение трудового законодательства.